У нас сегодня обзор на вчерашний стрим Казачки, ну и естественно на запланированную сегодняшнюю реакцию на этот стрим. Мне нравится, что сегодня вчерашнее мое выступление вызвало такую, знаете, рябь по воде. Поговорим о ней потом. Хочу внести некое уточнение. Вчера я называла каналы обзорщиков, которые смотрю, и два раза назвала Марьям про блогеров. Ошиблась, оговорилась. Я имела в виду, что из всех обзорщиков, которые существуют на YouTube, я смотрю Марьям про блогеров, Галинку Малинку. Это вот я про нее говорила, что у нее слова как горох отскакивают. Ну то есть она как бы никаких выводов организационных не делает, она просто пересказывает стримы. Если ты хочешь узнать, о чем говорила Лелька, вот я туда захожу, и она вот как бы все по полочкам прям, как сказать, по временным меткам она все расписывает. Как бы вот. И вот эта вот деревенская, ой не деревенская, реальная жизнь на пенсии, в общем их я смотрю, это такое небольшое уточнение. В руках у меня, друзья, труба нержавеющая. Я ее сегодня купила на буржуйку. Начинаю обналичивать донаты. Мы сегодня купили стройматериалы на моей козьей сарае. Потратила я на это 7 тысяч. То есть я купила полкуба досок, это 60 досок двухметровых. Но брала я, естественно, дешевый стройматериал, мне не нужно вот этот вот обрезной. Такой полуобрезной, потом покажу на основном канале. И купила провода, эти патроны, куда лампочки вкручивать. И что-то еще, известь. В общем, короче, вот ушло 7 тысяч. Ну и чисто по случаю, так как сын у нас был вчера в Леруа Мерлен. А я давно ему говорила, когда поедешь, если там будет вот такие штуки, потому что у нас есть труба с буржуйки. Но она, так как муж ее делал сам, она, в общем, дым пропускает. Ну, в общем, вот он купил вот это вот за полторы тысячи. Все это я с донатов. Вот я не думаю, что зрители, которые на Козий сарай донатили, обидятся, что я полторы тысячи как бы с этих денег взяла вот на эту летнюю кухню. Вот так, друзья. Это по поводу моих донатов. Тут же, понимаете, в чем проблема? Мы же все как? Гоним бочку на Быкову за то, что она донатит и попрошайничает. У меня у самой стоит донат на пуховых коз. Многих он раздражает. Но вы знаете, так здорово, что люди как бы помогают мне их перезимовать. Ну, потому что это гораздо легче. И, кроме того, мне одной тяжело это потянуть. Так что всем спасибо большое. Ссылочка на донат у меня всегда сейчас стоит во время моих стримах в прикрепленном комментарии, в описании. Ну, в общем, вот так. Зимуем пуховых коз, которые дают, друзья, вот такой пух. Ну, так вот, что я хочу сказать. Я сегодня прямо изо всех сил пыталась посмотреть ответ, который мне дали сплетницы с правдивой Ольгой. Ольгой, потому что именно на правдивую я вчера больше всего информации в своем стриме как бы выложила. Меня очень повеселила реакция обзорщицы. Вы знаете, обзорщицы, а вы вообще с чего взяли? Что вас нельзя обозревать. Вы, значит, можете. И когда вы гоните всякую чушь на людей, которые снимают видео и называются блогерами, это называется обзорами. А когда, значит, начинают обозревать вас, то есть рассказывать о том, что видят, это называется вынос мозга, это называется обсерами, понимаете? Нормально, да? Это, значит, когда вас обозревают, это обсеры. А когда обозреваете вы, это обзоры. Да нет, мои дорогие, вы такие же люди на YouTube, как все остальные. У вас куча недостатков. Многие из вас вылезли из какой-то галоши на этот YouTube. Теперь тщательно это скрывают. И, естественно, их бомбит. Некоторых вообще прям корежит от того, что когда ты начинаешь доставать вот эти факты, которые лежат на поверхности, их просто корежит из-за того, что это начинаешь все вслух озвучивать. По поводу правдивой, я же вам вчера сказала, то, что там это все у нее показуха, как у Быковой. Только Быкова эту всю показуху свою облагородила за счет донатов. Правдивой это не грозит, потому что донат она не собирает. Вряд ли когда-нибудь будет, потому что все ее выступления направлены против. Две бабы, 35 лет, одна сплетница, другая правдивая, обе с толстыми жопами, лентяйки, каких свет не видывал. Это я вижу потому, что творится вокруг них. И в таком возрасте разожрать такую задницу, ну это явно человек ничего не делает. Ну не делает, ну лентяйки. Ну надо называть вещи своими именами. По сравнению с Быковой, которой тоже 35 лет, но они ей уступают во всех смыслах. У той все-таки 10 детей, у той сейчас попер YouTube канал, той помогают зрители, а у этих вообще ничего. Сплетница хвастается, что она там купила дом, да надо посмотреть, значит, не потому, как я выгляжу, а потому, как я живу. Но насколько я в курсе, когда вот этот дом там ездили смотреть, она вроде как была с папой. А папа там при чем? Может, это папа купил дом в ипотеку? Я сама не видела. Но меня уверили, что да, папа там был. Как бы, знаете, никто документов не видел. Они все требуют документов, а вы сами что вообще показали? То есть, понимаете, это такие вот очередные фейки, которые взяли на себя смелость, взяли на себя такую миссию, понимаете, доводить до сведения тупеньких, как бы, правду о других людях, которые тупенькие и сами догнать не могут. Вот эта миссия возложена теперь на правдивую Ольгу и на эту, на сплетницу. Вообще, меня, конечно, очень веселит вот этот единый фронт, которым выступают вот эти вот все обзорщицы. Когда Быкова начала, значит, вчера на одну из них катить бочку, вот, но та в результате, как говорят, оправдалась, показала там какие-то доказательства. Ну, не знаю, может, она и правда не писала. Я весьма допускаю, прям легко допускаю, как бы мысль, что она писала, да, писала, могла написать. А почему нет-то? У них что, такой отряд, типа октябрят и пионеры, и пионеров они давали друг другу клятву. Мы шагаем строго в ряд, пионерский наш отряд. Шаг влево, шаг вправо, карается расстрелом. Ну, смешно же, ей-богу. Когда на одну из них кидают страйк, она начинает визжать. Ну, как же так, другие мне не помогают. Да потому что, на самом деле, вы каждая по себе. Ну, как бы каждая по себе. Ну, не знаю, может быть, обидно вам против Быковой в одиночку стоять, или вы не можете. Почему обзорщицы целая куча, обзорщиц, целый отряд, целая банда обзорщиц, армия не могут повалить Быкову с Машей? Ну, потому что, потому что мощей нам не хватает, как-то так. Уже они и объединились, и чат у них общий, и тусят они вместе, и все равно ничего не получается. И вчера вот они, каждая из них выпустила видео, что, в общем, они объединились. Да, мы все таким единым строем, но, ну, девочки, я посмотрю, как оно дальше будет разворачиваться, и как этот ваш единый строй выдержит проверку временем, так сказать. Пока получается, что Маша с Лёлькой для вас вообще недосягаемы. Как бы вы башкой об эту стенку не бились, вы отскакиваете от неё просто как горох от этой самой стенки. Ну, как-то так, я про это говорила ещё вчера. Да, и вообще смешно, конечно, слушать, что они смогут вытребовать от Быковой отчёт. Хотя, конечно, по справедливости, да, она бы должна показать документы. Она собирает с людей деньги именно на целевой сбор, как бы на кредит на машину. Ну, что тебе стоит? Возьми, да покажи, что да, вот кредит, пожалуйста, мне вот такую сумму надо выплатить. То есть, понимаете, ну, ей Маша не даст показать эти документы, не даст. Она курировала мандатру. Я же вам говорю, она вот тот серый кардинал, кардинальша, ну, и там ещё есть несколько дамочек, которые поддерживали её, которые, как вам сказать, настаивали на том, чтобы мандатор никому ничего не показывал и всех посылал по известному адресу. Ну, и Быкова, как бы куратор один и тот же. Кстати, совет от казачки этим кураторам и кураторшам, и самой Быковой. Я бы на вашем месте, вот всей кодлой, вашей кодлой, загрузилась бы в тачку, в Быковскую, потому что там народу больше вмещает, и съездила бы в какую-нибудь поликлинику и сдала бы там кровь на анализ. Дело в том, что неподалёку от вас какое-то время назад бродила некая болезнь. Вы знаете, я не буду вот так вот указывать пальцем, но поверьте мне, я таким вещами шутить не буду. И, ну, как бы, я не знаю, вы можете мне поверить. Это та самая болячка, от которой в своё время умер Фредди Меркури, от которой погиб Рудольф Нуреев. Ну так вот, она шагает, вполне возможно, до сих пор шагает рядом с вами, в вашем ближайшем окружении. Быкова такая дура. Она подпускает к своим детям абсолютно непроверенных людей. Понимаете? Что у них там, где у них там, что у них там в жизни происходило, что у них с организмом происходит. В ближайшем её окружении есть люди, которые болеют, ну, прям такой, знаете, интересной очень болезнью. Так вот, мой вам совет. Я ещё раз говорю, загрузитесь все в тачечку и сдайте свою кровь на анализ. Чёрт его знает. Чем чёрт не шутит, как говорится, Быкова, к тебе вопросик. Ну, не знаю, может быть, она, конечно, знает, может, они тщательно скрывают. У них же там, знаете, всё, тишь, гладь и божья благодать. Но я бы на их месте обязательно бы съездила. Ну, то есть, это такая, как бы, ещё одна информация, которую я не собираюсь сейчас выкладывать. Ну, во-первых, это не временно, а во-вторых, она, знаете, настолько конфиденциальна, что про неё можно говорить только намёками. То есть, тот, кто в теме, он поймёт, про что я. Вы даже не сомневайтесь. Маша, тебе привет. Особенно твоему Козлодоеву. Загрузитесь в тачку. Опять я сегодня смотрела вот эти обзоры от сплетницы. Сплетница, ты когда уже сопли свои вылечишь? Ну, правдивая, вот сегодня, во всяком случае, сопли уже не глотала. Я рада, что она высморкала их до того, как начала делать свой обзор. Сплетница, ну, а ты когда свой нос промоешь? Ты, если что, ко мне обращайся. Я умею, я всех своих детей вылечила от лишней жидкости в носу. Есть такие методы. Пойди носик промой, либо, не знаю, таблеточки себе какие-нибудь купи от гайморита. Ну, что же они все сопливые выходят? Эти вот соплюхи не могут просморкаться, прежде чем вещать на человеческую аудиторию. Вот сидишь и слушаешь, как у них тут в носу туда-сюда вот это вот ездит гундоз. И вот эти люди что-то там пытаются, понимаете, какую-то там свою правду доказать. Да ладно, девочки. Ну, правда, но не смешите народ. Вообще вот эти две 35-летние девчонки, они живут в каких-то прожектах. Правдивая начала рассказывать про то, что у них будет сделано. И это они перестроили. И трех коров купили. Да мы уже давно просекли, еще в середине лета, когда вы коров на стойло поставили. Кажется, это в июле было, или когда там все вот эту свою солому купили. Сделали одно видео, что ее муж там бегает, как кузнечик, прыгает по этим блокам, типа солому раскладывает. А потом она вот там месяц назад делает видео, что солома валяется вокруг. Солома, друзья, это самый дешевый корм. И поставили они коров на стойло. На пастбище они не водят, потому что им, видите ли, жарко. Поют, в общем, они их там раз в день, что ли. Что-то она такая вот говорила, пропоила. Ну, короче, вымя у коров пустой. Сейчас они у нее не доятся. Что же они у тебя не доятся, когда-то они у тебя весной-то отелились? Ну, ладно, наши коровы степные. Ну, понятно, с них что ожидать. Ну, вы же все с высокоудойными коровами. Вы же все такие геройки. У вас же у всех молока хоть залейся. Вы же все себя позиционируете такими прям сельскохозяйственниками. Ну, а что у коров вымя пустой? Почему коровы не доятся? Где сарай? Почему показывают все время вот эту вот клеточку такую маленькую? И опять прожекта. Мы сделаем то, мы сделаем это. Ой, мы будем показывать мукбанги. Где мукбанги? Опять в машине. Принесете пиццу и будете жрать ее на камеру в машине. Потому что домой стремно завести народ. Поэтому надо поднять свою жирную жопу. И, как сказать, убрать базы от хаты, в которой вы живете. И, я не знаю, дерево посадить, сад какой-нибудь. То есть, понимаете, когда вот этот человек все сделает, тогда я лично еще буду его воспринимать, когда он начинает какие-то, знаете, выезды в чужой адрес. Но когда ты сам никто и звать тебя никак, когда ты полный ноль, и ты начинаешь что-то там выпрыгивать из своих колготок для того, чтобы кого-то загнобить, ну, это выглядит по меньшей мере смешно. Смешно. Человеку настолько нужны деньги, что он готов на все. Это, в принципе, обычная история. Но я вот так и вижу, друзья. Это мое личное оценочное суждение. Кстати, усмех смехом, те, кто сидит с ней в чате. Мне интересно, у меня к вам вопрос. Она там с вами голосовыми общается? Или эти записульки свои пишет? Раньше она скрывала свой натуральный голос. Как бы голосовыми она никогда не общается. Потому что баба, видать, наученная горькой судьбой, чтобы ее голосовые никуда не ушли. И спросите там у нее, что она знает о скандале в детском доме заботы в Дагестане, который состоялся пять лет назад. Насколько я в курсе, она как бы близко была связана с этим детдомом. Во всяком случае, она там была волонтером. А кому интересно, наберите в поиске детский дом заботы Дагестан скандал. Вот так наберите. Была программа у Малахова, по-моему, по этому поводу. Посмотрите, что там было. И спросите, что она думает по этому поводу. Как мне обещали, как мне сообщили, она имела туда почти прямое отношение. Именно в этом детском доме она была волонтером и про это рассказывала, когда участвовала в конкурсах. Как-то так. Спросите у нее, пусть она вам напишет, зачем она удалила стишки, свои стихи, вернее, не стихи, с поэтических сайтов. Она полностью снесла всю информацию о себе. Всю информацию, которая могла бы ее идентифицировать. Как бы ее вот этот образ сегодняшний с настоящим ее именем и фамилией, она полностью все снесла. То есть там тяжело, тяжело вот этих двух людей как бы слепить в одно целое. Потому что все вот это ее прошлое, она стерла с памяти интернета. Для чего это было сделано? Ну просто так, поинтересуйтесь. Вы же все гордитесь знакомством с ней. Что она вам ответит? Вопрос абсолютно безобидный. Почему нет? Почему не спросить? Тем более, что она как бы по подружкам делится. Своей любимой маме, Розе Шпатель, она во всяком случае рассказывала некие подробности своей жизни. Почему она истерит всякий раз, когда сведения о ее настоящей фамилии, имя, отчестве, 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 вдруг как бы вот так вот выскакивает в интернет, в открытое пространство. Что за истерики? Мне вот интересно, другие обзорщицы, вот та же самая Галинка-Малинка, а если ваше имя, отчество, фамилия вдруг вот так возникнет в открытом пространстве, вы тоже так будете истерить? Прям в истерике биться? Или как? Обычно тут есть несколько вариантов. Обычно истерят те, которые, знаете как, которые известны под своим настоящим именем, и их знакомые даже предположить не могут, что они вот так вот грязно ведут себя в интернете. А то, что так грязи набросало на свой вот этот образ, не глядя на то, что она сейчас снесла половину своего канала, ровно половину, для того, чтобы это как бы вот сейчас вновь пришедшие зрители этого не увидели, но тем не менее она это делала. Ну давайте, вы что сидите вместе в одном чате? Спросите девчонку, пусть объяснит. Вам, мне-то все равно. Ну вы же не верите, а почему нет? Безобидный вопрос. Вот так вот. Вот такие мысли возникли у меня после моего вчерашнего стрима, друзья. Многие из тех, кто сидит на ютубе, кем вы так восхищаетесь, на самом деле абсолютно не те люди, за кого они себя выдают. Я уже на этом такую собаку съела. Я столько раз разбивала лоб. Вот знаете, не надо узнавать про человека больше, чем он хочет как бы из себя показать. Потому что когда ты начинаешь узнавать его настоящее качество, ты понимаешь, что если бы ты знал это изначально, то ты бы с ним не то, что там не поздоровался, ты бы его вообще вот так вот обходил через 35-й километр. Это правда. Поэтому такие дела, друзья. Да. Вы живете с моего на ютуб, вы тоже будете также разочарованы во многих людях и будете видеть их, то, что они есть на самом деле. То есть это видение, оно, знаете, возникает через многие ошибки и через частое разбивание лба, когда относишься к человеку с таким доверием-доверием, а потом оказывается, что этот человек тебя либо подставит, либо, ну, я не знаю, либо окажется таким дерьмом, что, знаете, лучше вам про это никогда ничего не знать. Ну, вот такой мой обзорчик. Все. Остальные, как бы, обзорчики. Я эту тему закрываю. Я рада, что дала вам информационный повод для того, чтобы поболтать лишний раз. Всем пока.